Ох, ну я чудом поступила на журфак. Так, этих обижу, этих, да ну его нафиг. Что-то новое открылось и кого-то засрали. Хороший разговор, он как секс, как Скрудж Макдак сидишь и свои тысячи просмотров суммируешь с годами. I'm not married with my business. Первый раз я стала главным редактором в 24 года. Это был еще другой Минск, другая совершенно эпоха. Это был журнал «Доберман», «Глянцевый мужской». И я помню, что в первый месяц после того, как я поняла, что я вот тут сейчас возглавлю, я пошла и волосы обрезала просто коротко под мальчиком. И вот три года я отходила с короткой стрижкой. Ну, мне казалось, что так будет как-то органичнее. Меня будет легче принимать в этом образе. Вот, но, наверное, это все было... Я иногда открываю эти все вещи, вижу, что мы веселились там как бешеные. И все это очень как-то искренне, по-детски, так уверенно в том, что мы делаем белорусский эсквайр. Потому что тогда было золотое время Филиппа Бахтина. И мы, конечно же, вдохновлялись и копировали. Нужно было принимать какое-то решение. И я приняла решение сменить сферу деятельности. Почему я это сделала? Потому что был перед глазами какой-то образ такой, знаете, провинциальный редактор, который уже 20 лет и 40 лет там сидит на одном и том же месте в какой-то газете. Уже совершенно не разбивается. Он суперпрофессионал, его все уважают. У него вот место за ним там где-то забито. Но он не идет дальше. И, собственно, ну там и газета тоже остается на том же уровне. И вот я в какой-то момент поняла, что меньше всего я хочу становиться провинциальным белорусским редактором, коих очень много. Ну, прям такой вот типаж узнаваемый. Ну и, наверное, ну это была такая самая логичная история, что, смотрите, я создала свой мир, в котором мне комфортно. Мне с этими людьми хорошо, мы работаем, мы делаем какой-то продукт, который меня устраивает. В эту сторону смотрели меньше всего, да, вот как, ну в сторону того, что нужно там как-то все это дело ставить на поток и зарабатывать постоянно, каждый месяц определенную сумму, которую хватает, чтобы там закрывать. Вот. Ну и я подумала, что мы можем это сделать. И для этого мне нужно больше времени освободить для того, чтобы я занималась там этими способами монетизации, ну в частности нативной рекламой. И, ну и мне нужно просто передать полномочия, слезть с контента ежедневного, вот этого 24 часа в сутки, вот, и, ну и передать его Насте, Насте согласилась. Ну и, собственно, все. То есть это не был, это не был какой-то подвиг. Ну, с моей точки зрения, это какое-то логичное развитие карьеры. И, ну, может быть, я ошиблась, да, нужно было все кидать, оно бы развалилось, кукурок бы не было, зато я была наемником в какой-то корпорации и зарабатывала там в 10 раз больше. То есть такое тоже возможно за два года, потому что, ну, медиабизнес называть бизнесом в полной мере, ну, как бы не станешь. Вот, ну, вот на тот момент, ну, было желание, ну, то есть уничтожить что-то, во что ты вкладывал свои силы в течение пяти лет, ну, совершенно не хотелось уничтожать эту историю. Хотя говорят, что, как, I'm not married with my business, то есть твой бизнес – это не твой ребенок. Ну, ты, ты, там, можешь все это дело оставить. Ну, вот на тот момент я приняла такое решение. Ну, и, в принципе, оно было правильным. Одна вещь пропала, да, это такая вот вещь, когда ты, ну, там, не знаю, написал текст и ждешь количество лайков, прочтений, там, следишь за статистикой. Ну, то есть выступаешь как некое медийное лицо, которое высказывает свою точку зрения. Ну, я это делать перестала, ну, то есть очень редко я этим занимаюсь. Так вот, просто по фану посмотреть, что будет. И как-то вот есть такое, естественно, для белорусского бизнеса человека уходить желание в тень. Вот это я за собой точно замечаю. Ну, то есть тогда высказываться резко было как-то легче, а сейчас так думаешь, так, этих обижу, этих, да, ну его нафиг. Ну, то есть лучше так помолчать. Поэтому вот публичности стало гораздо меньше. Но нужна ли мне эта публичность? Ну, не думаю, что это мой путь. Ну, вот я на планерке говорю, ну, давайте напишем об этом. Ну, пожалуйста. Они говорят, да, мы устали вообще, не хотим ничего уже, отстань от нас. Вот тебе, пожалуйста, нативная реклама на неделю вперед. Вот, замечательно. Вот, и, ну, потом они все-таки пишут, и я понимаю, ну, и там идет, там, тфу-тфу-тфу-тфу-тфу-тфу-тфу, набираются просмотры, я понимаю, что моя чуйка еще не накрылась. То есть я еще понимаю, в чем там суть. Темы должны генерить максимально большое количество людей. Ответственный всегда главред или там руководитель отдела какого-нибудь новостного, он ответственный. А брать эти темы, он сам, голова одного человека, очень ограниченное пространство. То есть ты исписываешься очень быстро. Если у тебя нет помощи, если команда, ну, если все друг другу в команде не помогают, как сделать лучше, там, да, и о чем почитать, то такой проект испишется и накроется очень быстро. Вот это я знаю совершенно точно. Поэтому генерация тем, я не ответственная. Я могу уехать в командировку и ничего не генерить. Но я знаю, что команда будет генерить. Когда мы делали сайт, начинали в 2013 году и сейчас, вот, в 2019, я вижу, как вообще, вот, просто на уровне воздуха, на уровне каких-то ощущений, как сильно меняется общество, насколько оно становится не... Ну, вот, по крайней мере, вот в этом гетто нашем, вот этом таком хипстерском, хипстерском, ну, в 2013 мы называли хипстерское гетто, сейчас оно просто вот, ну, просто какая-то приятная локация, такое гетто вот наше, которое мы сами себе строим, это мир, который там тщательно кирпичик по кирпичику ты выстраиваешь для того, чтобы находиться именно в нем, иначе нужно просто валить отсюда. Вот, так вот, насколько сильно меняется вот это вот наше гетто, и насколько легко и классно, и какие-то вещи, вот мне нравятся, мне, если мы могли себе позволить, там, какие-то заметки про мизогиню, или допустить какую-то мизогиню, или вот нас все время ругали за язык вражды, то сейчас так приятно, ну, то есть, а сейчас это даже просмотров не набирает, ну, то есть, просто людям другие вещи интересные, ну, все как-то добреют, что ли, вот, точно, публика, аудитория становится намного гораздо добрее, она больше поддерживает какие-то инициативы, ну, даже по количеству просмотров, что-то новое открылось, и кого-то засрали, так вот, то, что новое открылось, еще и может быть больше просмотров, вот это мне дико нравится. Я думаю, что каждый журналист должен проработать, журналистка должна проработать тактику вот поведения при этих историях, конечно, они будут еще лет, ну, и к тому же, учитывая, что хороший разговор, он как секс, ну, то есть, если там беседа такая вот в глубины, идет на какие-то глубинные уровни, понятно, что это такое хорошее погружение, и могут быть всякие истории, поэтому для себя нужно разработать там какой-то кодекс, ну, вот лично, что ты будешь говорить, как ты будешь реагировать, как ты будешь сливаться с этих всех вещей, конечно, они всегда были и будут. Понятно, что если есть такая свинья, как Вайнштейн, да, то и которая себя ведет безнаказанно на протяжении 25 лет, там, или сколько, или 40 лет, и огромное количество женщин являются пострадавшими, да. Да, но если мы говорим о каких-то частностях, таких полунамеках, с которых очень легко соскочить, то я бы не, ну, я бы этих людей публично не распинала. Ну, я добрый человек. Вот, но таких совсем замудачества, конечно, нужно наказывать, умение быстро реагировать. А, любить молодых, ну, это очень важно, то есть вот испытывать такой неподдельный интерес к новому поколению, не считать их тупыми или какими-то ограниченными, то есть, ну, вот в молодости, в принципе, ответы на все вопросы. То есть, чувствовать, любить и интересоваться молодым поколением и меняться, ну, хотеть меняться и чувствовать, когда пришла пора поменяться. Ну, я имею в виду, когда у тебя мозг усыхает, и тебе нужно срочно какую-то книжку прочитать, мегаумную, и поменять вообще, ну, сказать, все, я понимаю, как теперь жить по-другому. Чем старше ты становишься, тем проще совмещать. На личную жизнь и работу, ну, могут быть какие-то моменты. Ну, вообще вопрос такой, вот что значит этот вопрос? Этот вопрос значит, что ты спрашиваешь, то есть, будучи журналистом или будучи там человеком из медиа, то ты, скорее всего, всех своих родных, близких там и каких-то романтических партнеров сильно запариваешь тем, что ты больше работаешь, а не там общаешься с ними. Вот это единственный. Ну, как решить тогда эту проблему? Нужно тогда искать человека, который запаривается вот во временном этом самом отрезке столько же, сколько и ты. А это очень просто сейчас, потому что, ну, молодые люди, ну, и не очень молодые, ну, то есть просто огромное количество людей, оно является трудоголиками. Поэтому, ну, если у человека проблемы с личной жизнью, то просто он, ну, как-то зациклился на другом человеке, который работает меньше, чем он, и требует внимания. Ну, для того, чтобы этого не было, нужно просто, ну, как-то искать какие-то оптимальные варианты более. Ну, ну, я миссию сформулировали, когда «Виллоч» открылся вот два года назад. Нужно было как-то сформулировать миссию издательского дома «Минт-Медиа». И, ну, мы придумали, позаимствовали, на самом деле, из разговоров с моими друзьями, взрослыми, умными товарищами, вот эту фразу «Увеличивать количество умных людей в Беларуси». Мне так понравилось, и я подумала, господи, это же просто девиз дома Ланнистеров. Мы же должны на Флакину сейчас быть. Ну, мы действительно использовали несколько раз там в Фейсбуке, подписывали, вот прям вот миссия «Увеличивать количество умных людей в Беларуси». Ну, то есть вот сайт, ну, это, это, это о том, что, вот есть одна концепция, там, по-моему, Юрий здесь, я в интервью, Женя Сугак рассказывал, что, ну, цель была там увеличить вообще охват сайта, и для этого они приняли осозненное решение желтеть. Ну, то есть, да, есть другая концепция, все-таки не увеличиваться за счет, не меняя контент, ну, там, в какую-то такую бешеную популярную массовость, то есть облегченный желтый вариант, наращивать, увеличиваться и смотреть там на то, что у тебя там показатели какие-то растут у гугл-аналитики каждый месяц чуть-чуть, понемножечку. Ну, конечно, не так валит там, как хотелось бы, но понемножечку-то мы перерастаем, и ку-ку, и вилут сейчас уже тоже до миллиона, дабы догнал там в последнее время. Вот, то есть, и ты понимаешь, что не наступая на горло собственной песни, не делая облегченный вариант СМИ для всех, ты все-таки увеличиваешься, то есть ты все-таки растешь по количеству, соответственно, количество умных людей, способных тебя читать регулярно, оно растет, и вот это вот радует. Вот, наверное, вот эта вот мысль меня держит, и это интересная эта динамика, потому что, ну, когда я пришла, у нас было полторы тысячи просмотров в день. Со мной, вот когда это считалось таким мега бешеным прорывом, было пять тысяч в день, ну, и казалось, да, у нас все есть, там, да, потом семь, иногда восемь, мы такие, что с ума там не ходили, а сейчас там восемьдесят тысяч в день, там, в плохие, там, ну, сорок тысяч в день, это самое, там, просто вообще все очень плохо, там, восемьдесят, это я про ку-ку говорю. Ну, вот это приятно, то есть, циферки, как, знаете, как Скрудж Макдак сидишь и свои тысячи просмотров суммируешь с годами. Я знаю, как это просто колоссальное число людей, которые кладут свои жизни на алтарь белорусской журналистики. Если такое происходит, и если этих людей очень много, им разное количество лет, наверное, говорить о том, что это такое плохое чудовищное болото не стоит, потому что, ну, конечно, есть свои законы, да, там, она, ну, отличается от, там, российской журналистики или британской журналистики. Кстати, мне очень нравится британская журналистика или американской журналистики, но, ну, там ставить, тем более, крест. Вон, видели, вчера у нас интервью вышло, Нехта, вот этот, да, парень. Пожалуйста, все думали, что белорусский телеграм-канал не способен набрать больше 50 тысяч этих подписчиков. Сейчас я смотрела у парня уже, там, 90 с чем-то после этого выхода интервью. То есть, ну, как бы, пока есть люди, которые готовы вот в это все впариваться и жизни свои, а он же тоже, там, у него хороший этот трафик, он вообще, там, не сильно занимается монетизацией, просто делает, потому что он считает это честный, это честная работа, это честный труд. Вот, вот такие чуваки, они же есть и они появляются, а ему же там тоже 20 лет, вот это то, о чем я говорю. Не открещивайтесь от, там, молодого этого поколения. Ну, то есть, ну, и, как бы, хайте уже вообще ничего не хочется после того, как, о, мы еще узнали одного прекрасного парня, который тоже вместе с нами в этой всей штуковине. Вот, поэтому, ну, другое дело, что здесь нет денег совсем в медиа. Вот это чувствуется очень сильно. Это проблема. Но, поскольку Минск очень растет, и вы видите по пробкам, по количеству новых, там, мест, этих строек, то, может быть, может быть, нам осталось не так много ждать, и здесь появится какая-то эта бизнес-история, ну, станет, например, 3 миллиона в городе, представляете? И вот тогда вот все эти журналы и сайты как-то начнут появляться их еще больше, и они, наверное, станут еще живее. Редактор субтитров А.Семкин